Решила я попробовать сделать гидрофильное масло, только вместо полисарбата взять глицерин. Не знаю, как у меня получится или нет, но где-то я читала в сети, что глицерин, в принципе, это тот же самый полисарбат. Вот, кстати, у меня тут на мониторе очередной из рецептов. Ну и, как обычно, у меня тут маленький мой любимый бардачок. Сейчас я вот сюда буду цедить свое масло на золе. И что-то я все вот так настолько спонтанно сделала, приготовила, что даже не посмотрела, сочетаются ли они все вместе. Еще не добавила, но взяла пока в состав. Вот еще чайное дерево, просто подумала, что оно, в принципе, для кожи самое то. И на успокаивающие это лаванда изначально. Плюс у меня здесь масло чистотела, которое я купила. Оно оказалось косметическое, я даже забыла, что оно косметическое, что я его купила. Думаю, его сейчас все-таки загуглю в Яндекс, посмотрю, сочетается ли оно со всем этим. А это вот у меня мое зольное масло с осадком. Вот тут такая гадость осталась. И вот что хочу сказать. Эта гадость проходит вполне спокойно себе через ситечко. Зря я вот сидела, получается. Оно там. Ну ладно, ничего не поделаешь. Пусть зола остается с нами. Вот такая хрень. Все у меня здесь пуэр в чашке. Как раз с того чайного обзора. Как сделала, так теперь завариваю. И взяла гидролат розы. Ну, гидрофильное масло. Это у нас масло, которое вместе с водой, когда сочетается, то превращается в пенку. Я вот сейчас подумала, может попробовать сразу же добавить жидкость. То бишь гидролат розы. Ну, не наполню хрень. Но, чтобы оно как-то получится или нет. Часть просто масла с полисорбатом топишь, глицерином. И часть все вместе, плюс еще жидкость. И вот это все действие я буду сюда, наверное, разливать. Из-под гелия и фрешевского. Потому что я чуть не знаю, в какую бутылочку лучше взять. Но тут 200 мл, я думаю, вряд ли у меня, конечно, 200 мл наберется. Но что-нибудь подобное хочу и сделать. В общем так. Решила я все сначала смешать в этом стаканчике. Добавила сюда масло облепихи. Оказалось, у меня всего лишь 15 мл осталось. Сейчас надо бы нормальный, наверное, стаканчик. Потому что тут... Хотя я тут, может, ничего сойдет. Тут соль, мука, какая-то хрень еще. Сахар, походу, дела, и вода. Вот такая хрень. Записываю пока сюда на бумажку. Как обычно. Ну и как с чистотелом. Я поняла, что он, в принципе, должен сочетаться со всеми этими маслами. Но, по крайней мере, хуже не будет. Такие дела. Вот столько у меня вышло масел. Добавила туда масло персиковое. Потом миндальное. И почти полностью пузырек масло чистотила. Вот оно у меня в подсчетах. 15 мл облепихового, 40 мл персикового косточки, 20 мл миндаля и 25 мл чистотила. Притом, в основе у меня 70 мл масла на заре, которое касторовое. Сейчас я сюда закапываю несколько капель чайного дерева и лаванды. Видно, что добавила по 10 капель сначала лаванды. Я уже брала ее в коробочку. И потом еще 10 капель чайного дерева. Сейчас я это перелью в нашу бутылочку. Перемешаю. А потом уже добавлю глицерина. И глицеринов надо добавлять где-то не более 15% всей суммы этого месива. Вот что у меня получилось. Где-то 165 грамм или же миллилитров. Не, я в курсе, что миллилитры и граммы все-таки не равны. Но вот так. Я помешала. Но слегка мутновато пузыристое. И сейчас я сюда волью, сколько тут его есть. Это прелесть. Вот у нас вышло как раз где-то 16 грамм глицерина. Я его сейчас буду вливать вот сюда. Вообще я этот рецепт увидела месяца три назад. И очень еще хотела его попробовать экспериментировать. Но, как обычно, лень до руки не доходили. Вот. Баночка от Афроше. То ли из-под гири, то ли из-под масла. Ну и у нас тут где-то около 80, я думаю, грамм гидролата розы. Я его предварительно процедила, потому что там уже какой-то был осадок. Так сказать, естественный осадок, можно сказать. Сейчас я попробую перелить сначала розу, а потом столько же примерно добавить этого месива. И случилась у меня маленькая авария. То бишь чуть-чуть у меня пролилось гидролата розы. Моего драгоценного. Это называется, если с вами живет существо под названием бабушка, которая любит орать на всю хату, непонятно зачем и непонятно за чего, то у вас от неожиданности может случиться маленькое несчастье. Вот у меня тут как раз он был на 150 миллилитров, этот бутылек. Ну и у меня как раз вышло 50 на 50. 75 миллилитров гидролата и, соответственно, 75 миллилитров смеси масел гидрофильного масла. Ну, оно чуть-чуть у меня помутнело. Я его потрясу, но, в принципе, сейчас-то пока непонятно, что это такое. Но я думаю потом попробовать как-нибудь это заснять. Или хотя бы сделать фотку того, что получилось. Ну и вот то, что у меня осталось. Вот такой эксперимент.